Творчество без границ. Дети России. Уникальный проект. В нем приняли участие и ребята из Чебоксар. Они записали совместный клип с государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В Рио главы Чувашии Олег Николаев встретился с участниками вокально-патриотического проекта. Конечно, дистанционно. Гимн России, песни, идет солдат по городу, Катюша, с чего начинается родина. Известные и любимые всеми мелодии. Этот перечень можно продолжить. Три школьницы из Чебоксар вместе с российским ансамблем спели песню «Я лечу над Россией». Творчество во время изоляции оказалось весьма успешным. У пола золотые, на поле седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Здорово! Здорово! Просто дух захватывает. Вы молодцы! Я вами восхищаюсь, горжусь, что на нашей чувашкой земле есть такие юные дарования, которые, несмотря на очень юный возраст, уже делают очень взрослые, очень такие серьезные, масштабные вещи. В песнях Людмилы Зыкиной каждое слово несет свой особый смысл. Девочкам удалось передать и музыкальный ритм, и напевность мелодии. Любопытно, но партии каждого инструмента записывали по отдельности, а уже при монтаже родилась единая композиция. Я искренне радуюсь тому, что девочки, что дети, ваши замечательные дети, в Чувашии, в Чубаксарах эти песни поют, знают, это не может не радовать. Песня «Течет Волга» вот такая замечательная, действительно по-настоящему народная песня, которую действительно многие исполнители пели. Говорили не только о творчестве, но и о жизни. Я, Люба, хочу вам задать вот такой вопрос. Мне вот оттуда писали, что вы себя, когда позиционируете, вы себя позиционируете как патриот, что вы любите свою страну. А вот скажите, как вы понимаете слово «Родина»? Олег Николаев поблагодарил всех участников проекта. Сотрудничество с ансамблем такого уровня открывает перед нашими ребятами новые горизонты, уверен, врел главы Чувашии. И кто знает, может совсем скоро мы увидим солисток на одной сцене с именитым ансамблем. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.